Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие наши друзья, здравствуйте, мои хорошие! Как вы думаете, много ли может сделать в нашем мире один человек, один одинешенек среди людей холодных и даже враждебных? Скорее всего, нет, ответите вы, и, вероятно, будете по-своему правы. Но в истории церкви нередко бывало и такое, что и один подвижник становился могучим и сильным в поле воином. Ведь если ратует человек за веру и правду, то за ним стоит сам Господь. И кто тогда способен одолеть этого мужественного борца? Ни смерть, ни узы, ни темницы, ни гонения. Куда меня не пошлют, везде Бог. Так говорил о себе святитель Лука, архиепископ Крымский. Епископ-врач, епископ-хирург, воинно-ясенецкий, даже в самую безбожную пору его имя гремело на всю Россию. А ведь в семье он не получил никакого религиозного образования, да и вообще не думал идти по духовной стезе. В детстве и юности, как сам говорил, было у него два пламенных желания. Две пламенные страсти. Первое – рисование, а второе – желание помогать простым бедным людям. Совместить то и другое было трудно. Надо было что-то выбирать. Казалось бы, что проще? Стоишь за мольбертом, выводишь чей-нибудь портрет. Тишина и покой, никаких забот. Но душа молодого Валентина, так звали святителя Луку в миру, была неспокойной, порывистой. Я тут стою, перебираю краски и кисточки, а люди где-то страдают. Нет, так жить нельзя. Надо что-то делать. Такими мыслями терзал он себя постоянно. Как-то раз решил он уйти от тяжких дум. Сел читать Новый Завет. Хотел отдохнуть умом. Но не тут-то было. Встретил он в Евангелии такие слова, от которых дрогнуло его сердце. Жатвы много, а делателей мало, говорил Господь своим ученикам. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. О, Господи, воскликнул будущий святитель. Неужели у тебя мало делателей? И через пару дней буквально помчался изучать медицину. Теперь было у него только одно желание. Стать сельским врачом и помогать, помогать людям. Но не в деревне довелось ему впервые принимать больных. А в военно-полевом госпитале. Ведь началась русско-японская война. И первый боевой экзамен Валентин Войно-Ясенецкий выдержал с отличием. Вернул многих раненых в строй или просто спас их от смерти. Вы человек науки. Вы ученый, многие говорили ему. Валентин Феликсович это и сам чувствовал. Поэтому все свободное время писал статьи. И собирал материал для своей будущей книги, которая и сделала его известным на всю страну. Кстати сказать, в те годы его постоянно преследовала мысль. Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа. Вряд ли это так, пытался он себе возражать. А впрочем, Богу все возможно. И это действительно в точности сбылось. Да еще в какие годы. В самые, что ни на есть лютые. Большевистские. Тогда Валентин Феликсович уже был главным врачом Ташкента. И одним из основателей местного университета. Новая власть творила много зол, пыталась запугать народ. А главврач бесстрашно обличал ее с высоких трибун. Однажды такую пылкую речь услышал ташкентский епископ Иннокентий. И твердо сказал, доктор, вам надо быть священником. Сказано, сделано. Через неделю Валентин Феликсович стал отцом Валентином. Сослуживцы по работе были потрясены. Ведь теперь по университету и больнице, да и по всему городу почтенно ходил человек в рясе. И никого не боялся. В кабинете у него висела икона. В операционной тоже. Как ни пытались безбожники ее снять, ничего не вышло. Дальше больше. Отец Валентин становится епископом Лукой. И вступает на свой долгий крестный путь. Не архиерейские покои и не роскошные кареты ждали его, а тюрьмы и ссылки. Все довелось претерпеть епископу-исповеднику. И всюду он чувствовал, что рядом с ним Господь. Он поддерживает, он и укрепляет. Главное в жизни, учил он своих чад, всегда делать людям добро. Если небольшое, то постарайтесь хотя бы малое. Но что значит делать добро, если вокруг творится так много зла? Если люди чаще всего ненавидят тебя и преследуют? Это значит страдать. Страдать за каждого человека. Ведь каждого когда-то сотворил Господь. «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу», писал Владыка своему сыну. «И стала душа святителя Луки, подобно чистейшему кристаллу. В ней отражалось все, и людское горе, и людское счастье. Всех принимал он до конца своих дней, и всех старался утешить. Его святые мощи почивают в главном соборе Симферополя. Не могу молчать, всю жизнь кричало сердце святителя Луки. Господь услышал его горячую молитву и избавил нашу Родину от безбожников. С праздником вас, дорогие дети! Субтитры создавал DimaTorzok